Итак, всем привет! На связи Алексей. Сегодня у меня для вас вот такой вот интересный упакован, упаковка 1 гривневых купюр в размере 1 тысячи гривен. Вот так вот их пакуют, собственно, в банке. Многие из вас спрашивают, где я беру монеты, где можно купить монеты, какие-то другие вопросы. Я приглашаю вас в наш телеграм-чат, в котором можно обмениваться монетами, делиться какими-то советами, задавать любые вопросы касательно монет, антиквариата. Это абсолютно свободный и бесплатный доступ. Присоединяйтесь, ссылочка в описании. Сколько же может весить вот такой вот брикет? Покинем. Ага, 690 грамм. Можно посмотреть. Тысяча листов на сумму 1 тысяча гривен. Запаковано Фролова. Бригада номер 33-8. И подпись кассира. Указано, что это года выпуска 2003-2007. Но что-то я не припоминаю 2003-го года выпуска 1-гривневых купюр. Давайте посмотрим по каталогам, в каких годах у нас выпускались 1-гривневые купюры. И вот мы видим, что вот такие у нас купюры были. В 1994-1995-м напечатаны. И с 2004-го года с подписью Тегипко появились вот такие вот купюры. Вот, собственно, вот такого плана, наверное, имелось в виду. И вот такие могут попадаться. Что можно поискать вот в таком вот паковании? Можно поискать какие-то интересные редкие подписи. Может быть номера подряд. Может быть, возможно, какие-то браки. Так как я не занимаюсь целенаправленно банистикой. И мне было просто интересно показать, в каком формате вот такие банкноты передаются в банках. Я для вас сделаю распаковочку. Вот конкретно вот этого вот брикета. Для меня это первый опыт распаковки такого плана брикетов. Ну, я думаю, для многих из вас тоже это интересно. Так, разрезаем. Довольно легко снимается первая пленка. Вот, видим, у нас кассир. Насколько легко разрезается. Опа, разлетелись. Ну что, посмотрим, что тут у нас внутри. Так, у нас вот так вот написана, собственно, сумма. 100 гривен, кто паковал. И время довольно свежее. 4-го числа они у нас запакованы. Можем, видите, смотреть, они с разными, с разными подписями. О, здесь на обратной стороне у нас попалась вот такая вот запаковка от 5 гривен на 5 тысяч гривен. Вот ее подложили. Состояние, конечно, не все-все-все из обихода, из оборота. То есть, состояние у них такое. Даже, видите, с какими-то надписями что-то тут пишут. Мы разберем, посмотрим, что же тут... О, кто-то пометочку делал. Что же тут могли писать. Вот такие вот у нас пачки. И вот первая. Вот эта штучка. Значит, у нас наша бирочка. Оп. Вот так вот они могут, собственно, видите, и выглядеть. Считается, что 1 гривна – это та банкнота, которая больше всего терпит вот такого вот изменения состояния. Вот. И, собственно, давайте смотреть, что же может тут у нас попасть. Наверняка есть баннисты, которые собирают, любят собирать по сериям, либо по номерам, либо, например, какие-то номера телефонов. Вот выискивать в таких банкнотах. Или просто прикольные, красивые номера. Ну, я, честно сказать, у меня таких знакомых не очень много. Вообще, я бы сказал, нет. Вот, ребята, если вы занимаетесь, напишите. Буду рад пообщаться, познакомиться. И вот интересно, собственно, какие разновидности у вас ценятся. Что, на какие конкретно банкноты вы обращаете внимание. Что может быть суперинтересно, суперраритетно. Ну, конечно же, скорее всего, повторяющиеся номера, одинаковые номера. Да, когда, например, все номера там четверки, одна там меняется. Либо все номера одинаковые. Ну, конечно, у меня есть такое предчувствие, что есть определенные органы или люди, которые такие банкноты изымают. И потом они где-то попадают на каких-либо аукционах и, собственно, продаются. В банистике ценятся купюры только, конечно, в идеальном состоянии. Только в сохране. То есть, вот даже такое состояние, ну, это не очень. Может, разумеется, номер какой-то интересный. Но однозначно, вот такие банкноты вложить себе в коллекцию не стоит. Разве что там какой-то либо брак, либо что-то интересное. Такой номер, может быть, перевернутый. На просвет, может быть, перевернутый. Но я такого еще не встречал. Ребята, напишите комментарии, кто в теме, кто знает, вот как это, собственно, происходит. Вот видите, все-все-все они у нас в одинаковом дизайне сделаны. Тут даже кто-то подклеил 1 гривну скотчиком. Позаботились. Видно, не видно. Но вот тут вот скотч есть. Итак, друзья, давайте подведем итог. Собственно, что из такой вот пачки в 1000 купюр удалось выловить. Очень много банкнот, просто помеченные какими-то цифрами, какими-то заметками, записками. Но более конкретно вот такого ничего нет. Номеров телефонов не было обнаружено. Несколько вот таких вот банкнот было довольно, как мне показалось, интересным. Я искал повторяющиеся цифры. Возможно, года, да, чтобы последняя цифра была дата и год рождения, например. Вот такие банкноты, мне кажется, можно куда-то отложить, на любителя разыграть или подарить. Вот такой номер. 4, 4, 7, 7, 3, 3. У нас 2, 8, 2, 6, 2, 2, 2, 2, 4, 4, 29. И у нас тут сколько? И шестерок, раз, два, три, четыре шестерки, 2, 9, 1. Вот такие вот купюры удалось найти из Пакована. Действительно, купюры очень сильно изнашиваются. То есть, вот такие банкноты долго не служат. И сейчас именно уже 27 апреля они будут изыматься. Будут заменяться вот такими монетами, номиналом в одну гривну. Так что, именно сейчас можно поискать что-то интересное, пока есть еще они в обиходе. Спасибо, что посмотрели. Подписывайтесь на канал. Как только в этом видео наберется 500 лайков и 200 комментариев, я разыграю вот эти банкноты и вышлю их по почте. Как только в этом видео наберется 500 лайков.